Друзья, всем привет! Сегодня такой, знаете, обзор покупок с магазина Галамар. Это не я покупала, купила у меня сестренка для себя, а так как она оставила меня, я просто решила вместе с вами покопаться и посмотреть, что там находится. Этот магазин открылся у нас не так давно, по-моему, где-то около месяца назад, я еще там не была, очень хотела побывать. Это, знаете, такой магазин типа фикс прайса, наверное, скорее всего. Там не фиксированные цены, но товары примерно такого же уровня. Пакет большой, как я видела, она купила, по-моему, где-то на 2,5 тысячи здесь. И сейчас я пороюсь, надеюсь, она будет не против, и покажу вам, что здесь. И также сразу предупрежу, что вдруг вы скажете там про плачный обзор. Нет, нет, все покупалось на свои собственные деньги, и это не реклама. Что ж, давайте начнем. Да, вот чек. Я буду писать, наверное, цены. То, что, например, если не скажу, то напишу с товаром вместе. Если увижу, то скажу. Первое, что мне попалось, это вот такой вот постельный комплект. Называется Гала. Примерно вот такая вот картинка. Написано, что изображение может отличаться. Такой серо-кофейной гамме. Это двухспальный комплект она купила для новой квартиры своей. Двухспальный комплект. И цена у него, комплект белья, 729 рублей. Здесь получается у нас пододеяльник, простынь и наволочка. Я смотрю, знаете, по качеству, это сатин, по качеству вроде как неплохо. Как она будет вести себя после стирки, пока непонятно. Потому что вот так вот первое ощущение неплохое. Но за 700 с чем-то рублей, я думаю, что двухспальный комплект это очень даже недорого. Следующее, это тоже она купила, по-моему, на кухню. Это тюль. Она мне очень понравилась. Мы ее уже раскрывали, примеряли на кухонное окно. Это будет идеально. Это лен. Конечно, трудно поверить, что за 649 рублей можно купить натуральный лен. Но с виду прям лен-лен. Но я думаю, что все-таки здесь синтетика присутствует. Но кто его знает, как вот определить. Если вы знаете, как определять лен, то напишите, пожалуйста, под видео. Вы прям, знаете, очень красиво смотрится. Такая натуральная ткань. Я сама хотела именно вот такую ткань. Она не чисто белая, не снежно-белая. Хотя написано белая, но, знаете, вот такой кремовый оттенок. Купила она два арома масла. Это по 10 миллилитров. Они по 39 рублей. Коллекция ароматов. И это зеленый чай и лимонграсс. Что они из себя представляют? Такой вот тюбик темного цвета. Сейчас протестирую. Пахнет вкусно зеленый чай. Я даже не знаю, для чего это нужно. Но, по крайней мере, я бы его использовала, например, там, для того, чтобы освежать комнату. Есть такие арома лампы. У меня есть такая, в которую добавляется вода и несколько капель вот такого вот масла. Или можно просто для того, чтобы белье вкусно пахло, несколько капель. Это мое мнение. Вот штучка за 29 рублей в форме сердца. Она как бы двух, состоит из двух штучек. Это мыльница обычная. То есть, вы сюда кладете мыло, а лишняя вода стекает в другую часть. Такая милая, но смотрится, кажется, очень дешево. Ну, на мой взгляд. Вот такие вот салфетки здесь. 15 штук. Они стоят 6 рублей. Влажные салфетки для детей. Следующие это три штучки она купила. Это стопор называется. Дверной мягкий. По 39 рублей. То есть, это чтобы дверь не хлопала и не обдирала обои. Она купила три штуки. Они в коричневом цвете. По 10 сантиметров. 39 штук. Ой, 39 рублей, я думаю, конечно, дороговато. Это, ну, не знаю. Это, на мой взгляд, я не открывала пока. Как они будут в деле, пока еще не знаю. Но, если так подумать, то дешевле, наверное, купить за 39 рублей вот такую вот штучку, чем обои у вас будут там от постоянного задевания об дверную ручку, ну, как бы, обдираться. За 149 рублей она купила вот такой вот крючок. Это ванную комнату. И он с вакуумным креплением. Я слышала, что вот эта вот фирма VETA, если я не ошибаюсь, она очень хорошо держит. То есть, он довольно-таки такой мощный крючок на два полотенца. Или можно кухню его прикрепить, или на ванную комнату. У меня есть подобный, но я покупала на Алиэкспресс. Это стоит 149 рублей. Зубная щетка. Она как бы, ну, то есть, одна по цене, а вторая как бы подарок. И просто упаковали. 39 рублей. Обычные щетки. Название я так и не вижу. Просто нет никакого бренда. Просто написано зубная щетка 1 плюс 1. Средней жесткости. Мы покупали такие. Я в Фаберлик брала подобные щетки. По-моему, прям даже похожи. Но они были подороже. За 49 рублей вот такой вот крючок. Но он очень красивый. Здесь вот как бы стеклянный, стеклянный такой цветочек. Но это на одно полотенце. И оно тоже вакуумное. Но по сравнению с тем крючком, который я до этого показывала, он, ну, то есть, простой, обычный. И его нужно, ну, то есть, обезжирить поверхность и просто так приплюснуть. И он держится. Если хорошего качества вот эта вот вакуумная присоска, то будет держаться. Следующее, это вот, видимо, она покупала для дома. Это салфетка за 39. Вот такие вот кухонные полотенца. Но это ХБ. Это 100% ХБ, насколько я вижу. За 49 рублей. Вот такое вот милое полотенце. 49 рублей. Но оно не такое плотно набитое, но, по крайней мере, то есть, просвечивает. Но, по крайней мере, хлопок, есть рисунок. И, да, вполне достойно. Детям играть обычное домино. 80-89 рублей. И оно деревянное. Написано из твердых пород дерева. Открывать не буду. Детки потом откроют, и я вам кусочек покажу. Вот этот вот термометр мне так нравится. Я видела вот с Дедом Морозом. А это вот с лягушкой. Как бы лягушка лезет, да. И лягушка, она, я думаю, что она пластиковая, но нет. Она из какой-то твердой пластмассы. То есть, вы крепите на окно. А с другой стороны окна, как бы, лягушка видна. 99 рублей. Называется термометр оконный. Лягушка. Здесь стекло, пластик получается. То есть, здесь стекло, а с этой стороны получается пластик. Следующий это набор шапочек для душа. 39 рублей. Здесь 8 штук. Есть такие у меня. Это, ну, как бы сказать, не одноразовые, не совсем одноразовые шапочки. По два, по три раза. Если просто вот не красите вы ничего волосы, то можно пользоваться. Только, чтобы, как бы, защита волос, когда вы моетесь, не хотите, чтобы волосы промокли, то можно несколько раз. Но я использую часто для масок на один раз. Очень удобно. 39 рублей. Помада увлажняющая, гигиеническая за 22 рубля. Это айболит для детей. Ну, то есть, чтобы не пересыхали губы, 22 рубля обычно. Я тут немножечко вас обманула. Вот эта вот салфетка обычная. Она стоит 19 рублей. А здесь еще, оказывается, другая салфетка была. Это уже, как бы сказать, это, по-моему, микрофибра. Что-то такое, знаете, влажное, как резиновое. Вот цена ее, это тоже фирма Ветов, 39 рублей. Размер 30 на 30. Еще одно полотенце за 49 рублей, по-моему. Тоже кухонное, тоже... Оно... Тоже кухонное. Оно немного другого размера. Отличается от этого только длиной. Но по качеству они примерно одинаковые. Нашла тут еще одно масло. Это уже масло Роза. Тоже по 39 рублей. Три масла она покупала. Так что на этом хочу с вами попрощаться. Я надеюсь, видео было полезным. Может быть, информативным. До следующих встреч. Заглядывайте обязательно. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова